Это очень интересно. Может быть, пример? Да, давайте не отходить от Зодиака. Я думаю, все зрители обратили внимание, что студия наша сегодня более чем необычно оформлена. Я думаю, было бы иллюстративно, если бы вы показали действительно, как это всё работает, как ваша теория. Да, вот яркий пример. Зодиака, который мы совсем недавно обнаружили, и в наших новых книгах в ближайшее время будет опубликован подробный разбор этого Зодиака. Как я уже сказал, европейские Зодиаки в основном имеют существенно более поздние датировки, в том числе и очень поздние. Вот этот Зодиак, находящийся на стенах, вот эти четыре полосы, на самом деле, они склеены. Это такая единая полоса, кольцеобразная, которая покрывает сверху донизу стены огромнейшего дворца. Да, значит, вот верхний зал этого дворца. В Итальянской Падуе. Да, огромнейшего дворца городского управления. Это палата суда в городе Падуе. Постройка датируется историками XIII веком, 1219 годом. А вот эта роспись датируется историками началом XV века. И считается, что ее совершил мастер Джотто, великий итальянский художник средневековый, и его подмастерье. Значит, однако, этот Зодиак, очевидно, что это Зодиак, тут вот Скорпион, вот Стрелец, вот Дева, вот Лев, вот там вот Рак виден, рыбы, водолей. И символика легко узнаваемая, она, в общем-то, почти что списана с известных книг по средневековой астрономии XVI-XVII веков. Никаких, вообще говоря, старинные зодиаки иногда представляют из себя сложность в расшифровке. И есть много вариантов, их приходится просчитывать. Ну, вот это, друзья, очень просто. Сложности с интерпретацией, по-моему. Сложности нет никаких, да. Ну, вот, например, Солнце. Оно изображено, вот оно. Оно просто в виде Солнца. Вот, такое золотое Солнце. Тут показано. То есть, все названо своими. Совершенно, совершенно откровенно. Но, что нас поразило, что здесь изображено 8 планет. Это сразу же бросилось в глаза нам, что... Значит, тут, во-первых, два гороскопа. Значит, на одном зодиаке два гороскопа. То есть, два расположения планет. Один простой, а другой лучевой. Вот с лучиками здесь есть фигурки. Вот с лучиками. Они выделены. Два различия. То есть, здесь записано вот с лучиками тоже. Здесь написаны сразу две даты. Одна и та же шкала созвездий. Ну, два различных, значит, гороскопа. То есть, набор планет, распределенных по созвездиям. И каждый из этих гороскопов содержит по 8 планет. Хотя в древности было 7 планет, число которых включали Солнце и Луну. Это Солнце, Луна, Меркурий, Сатурн, Марс, Венера. Ну да, 7 планет. Вот, здесь 8. Какая же планета может быть из неизвестных нам? Мы при расчетах этого зодиака 8 планеты не учитывали. Вот, кстати, вот 8 планета. Вот она видна здесь. Вот. Вот такой всадник, брачный всадник с огромным зеленым листом. Очень интересная символика. Мы когда-нибудь ее не встречали. Оставили сначала за рамками расчетов. 7 планет вполне хватает, чтобы датировать этот зодиак. Получилась дата апрель 1781 года. Значит, после чего совершенно стало ясно, что это за планета. Это Уран, открытый в марте 1781 года. Таким образом, это зодиак Урана. Здесь в точности записана дата, открытие Урана, что произвело огромное впечатление на Астронома в того времени. Уран считался зеленой планетой, мрачной зеленой планетой. Вот первые исследования, которые вы видели, она была открыта 13 марта 1781 года Астрономом Гершелем. И сразу же рассматривалась в таком виде. Вот здесь мрачный всадник с огромным зеленым листом. Идеально соответствует символика, идеально соответствует датировка. Дата это апрель 1781 года, точнее 23-25 апреля старого стиля 1781 года. Хотя само изображение официальной науки истории датируется в 1405 году. Нет, само изображение датируется началом 15 века. То есть, это они не указывают. И неудивительно, что во втором гороскопе записана дата 1405 года. Здесь две даты записаны. 1781 год открытия Урана. Вторая дата это октябрь 15-16 октября 1405 года. Это, по-видимому, дата, которую они приписывали вот этой росписи. То есть, очевидно, ложная. И которую они затем удержали, как историки итальянские, удержали, как якобы датировку этой росписи. С какими целями? Удревнюю историю? Да. Сейчас я скажу. Но важно вот что, что зодиак, гороскоп 1405 года тоже содержит Уран. То есть, оба этих гороскопа не могли быть составлены раньше 1781 года. И их составление в 1781 году при идеальном совпадении даты, оно очевидно. То есть, это зодиак с гороскопом Урана и с гороскопом ложной даты этой росписи. Хотя сама вся живопись выполнена вполне в ренессансной манере, что называется. Да, да. Там, конечно... Стилистика соблюдается, манера. Сама живопись соответствует, да? Ну, по поводу манер я вот что хочу сказать. Значит, там есть немного других следов более позднего происхождения. Скорее всего, зодиак был даже не в 1781 году создан, а позже, может, даже в начале 19 века. Потому что там, например, есть барельеф Бельцони, египетского археолога, египтолога, который жил в начале 20 века. И он совершенно естественным образом вписывается. Там есть просто откровенные следы изготовления всего этого в 20 веке. Ну, они, конечно, говорят, что был смерч, там все поломали, но мы в 20 веке все это восстановили один к одному. Там в конце 18... Прошу, не до саду, но в 19 веке. В конце 18-го, начале 19 века мы все восстановили один к одному, хотя палата была полностью разрушена. Ну, вот мы видим, как это делается. Судя по всему, не один к одному. Они просто нечто новое совершенно нарисовали, создали и выдали за древность. Это не единичный случай. Мы датировали в последнее время более десятка итальянских зодиаков, и везде обнаружили сдвиг от 150 до 300 лет. То есть вся итальянская история, вверх, вся итальянская история датирована, в том числе и произведение искусства, которое допускает датировку с помощью зодиаков. А эти произведения нельзя оторвать от остального итальянского искусства. А действительно, то, что вы говорите, оно правильно, совершенно органично вписывается в окружение. Поэтому мы можем их поймать за руку и сказать, что вот это они сдвинули вверх на 150-300 лет. Ну, отсюда следует, конечно, что и все остальное сдвинутым вверх. Потому что ничем эти изображения не выделяются из своего окружения. Значит, итальянская история сдвинута вниз, в прошлое, историками, ложно сдвинута в прошлое, примерно на 150-300 лет, в разных случаях по-разному. Значит, при исправлении итальянской хронологии необходимо вверх сдвигать на 150-300 лет. Таким образом, если вы откроете учебники по истории Италии, вы увидите, что эта история расцвела таким пышным цветом где-то в XIII веке. И пышный расцвет продолжался где-то в веке до XV. На самом деле она расцвела в конце XV века, и все это создавалось до конца XVIII. Вот рамки средневековой античной истории. Конец XV, конец XVIII века. Прошу проявить, средневековая итальянская история. Конец XV, конец XVIII века. Это очень важный результат, который очень много значит не только для итальянской истории, но и для мировой. Потому что итальянская история – это не просто какая-то история одна веке других. Мы знаем, что именно в Италии создавалась современная версия истории хронологии. В Италии находится Ватикан. В Италии, по крайней мере, там XVII века он был там. И именно итальянские историки определяли в основном в XVII веке развитие исторических концепций древности и средневековья во всем мире. То есть, давайте простим предельно вашу мысль. Это, по сути дела, все является следствием политического заказа Ватикана. Я не хочу обвинять Ватикан, потому что там была сложная картина, и Ватикан сам потом подвергся достаточно сильному разгрому. Мы не хотим называть имена конкретные. Мы не все эти имена знаем, на самом деле. И разбираться в том, кто именно отдавал приказ, в этом еще надо разбираться. Это был политический заказ? Это был. Или вот было разрушено здание, реставратор, так сказать, проявил недобросовестность, использовал уже новейшие знания в Зодиаке, так сказать. Или все-таки вы наставите, что это было особо? Нет, дело не в недобросовенности, дело в сознательности, сознательной классификации. В данном случае подделка сознательная. И во многих других случаях, например, в Трансской истории мы видим подделку сознательную. Мы видим, что историки сознательно сдвигали историю произведения искусства в прошлое. Почему они это делали? Ясно, что они делают по заказу, поскольку действия согласованы. Кто этот заказ? Кто отдавал приказ? Это вопрос другой. Боли он вербализованный? Это вопрос другой. Мы не хотим сейчас никого обвинять. Это вопрос интересный. Это вопрос разбираться. То есть ваше дело зафиксировать несоответствия какие-то несоответствия? Да, мы строим даты, строим шкалу. А, конечно, расследование того, кто как это, почему это делает, очень интересно. Но это за рамками хронологии. Тут, конечно, мы не хотим сказать каким-нибудь окончательным... Понятно. Ну что же, давайте вот еще один вопрос. Перейдем к другому вопросу нашего пользователя. Осман задает его. Уважаемый Анатолий Тимофеевич и Глеб Владимирович, почему ваши книги до сих пор не перейдут на турецкий язык? Ведь Турция очень важная с точки зрения новой хронологии страна. На ее территории находится холм Юши, крепость Еросс, храм Святой Софии и так далее. А общественность Турции до сих пор не может получить информацию о новой хронологии на своем родном языке. Ну вот пользователь очень выступает в качестве популяризатора, я бы сказал, вашей концепции активного. Предложение о переводе наших книг на турецкий язык имеется, и работа частично началась, но пока этот процесс непростой, длительный. Надеюсь, что вскоре такие публикации появятся. А по поводу того, что для истории Турции, конечно, наши исследования, мы считаем, имеет интерес. Это верно. Действительно, в Стамбуле мы обнаружили следы евангельских событий, очень яркие. По нашим результатам, именно на окраине Стамбула, на горе Бейкос, произошло очень крупное событие древности, распятие императора Андроника Христа в 1185 году. Дата его жизни, по-видимому, вторая половина XII века, 1152-1185 годы. И более того, совсем недавно мы обнаружили следы Старого Иерусалима, расположенного совсем рядом с горой Бейкос, на азиатском берегу Босфора. И стало ясно, что лишь позднее Старый Иерусалим был заброшен, оставлен, и город переместился на европейский берег Босфора, где мы сейчас сидим, Северный Стамбул. Хотя бы Владимир Ильич там был, в кануле Тиндаун, может, он добавит пару слов по поводу Иерусалима. Да, я думаю, какие-то пояснения абсолютно необходимы, потому что, я думаю, значительная часть церковной общественности сейчас уже пришла в негодование от Ваших слов, безусловно, и требует каких-то комментариев. Все-таки каким образом удалось это установить? У нас нет никаких поводов для того, чтобы задевать какие-то религиозные чувства. Мы всегда подчеркиваем, что наш исследователь хорочист хронологический и не связанный с обсуждением церковного догната, поэтому в этом смысле мы никаких чувств не затрагиваем. Но тем не менее затрагивается конкретная дата, то есть переносится на более чем одно тысячелетие. Таким образом ставится под вопрос вот этим на канонический, свод канонических текстов церковных. Но в традиции и старых текстах, скажем, в Библии нет датировок, скажем, Рождества Христова по абсолютной шкале. Поэтому тут тоже мы не затрагиваем никаких фресентальных домах. То есть не Библия, но более поздние, так сказать, труды, да, получается, требуют пересмотра. Датировка Рождества Христова была получена довольно поздно. Это события 14-го, 15-го, 16-го веков, и они не связаны со старыми текстами, скажем, библейскими текстами. В Библии нет абсолютных дат. Не только в Библии нет. Если мы возьмем катехизм 17-го века, 17-го века, где подробнейшим образом изложена вся православная догматика, там вы не найдете датировку Рождества Христова по абсолютной шкале. И когда же это все-таки произошло? Где, когда? И даже если пользоваться официальной версией историков, то даже они считают, что впервые датировку Рождества Христова выстил некий монах, я не с ним малый, через 600 лет после событий. То есть все древнее христианство, вот 600 лет, просто не знал датировку. И это не мешало людям верить в Бога и существовать в церкви. Да, сегодня действительно в современном мире в церковных источниках, как правило, добавляются даты. И люди привыкли к тому, что эти даты постоянно одни и те же, они присутствуют в церковных книгах, по благословению, да, и в церковных иерархах. И в сознании людей прочно возникло такое представление, что якобы даты священной истории, в том числе и датировка Рождества Христова, является неким, ну, чуть ли не догматом церкви. Это глубокое заблуждение. Все эти даты взяты не из творений святых отцов, а просто из вычислений 16-18 веков и вставлены туда в то время. Это хорошо известно, это легко доказать на примере старых книг и рукописей. Я говорю, даже до 17 века в катехизмах отсутствовала датировка. Поэтому, вот когда вы говорите, что верующие пришли в возмущение, я думаю, что не надо. Я предполагаю. Да, не надо приходить в возмущение. Я сам отличный человек верующий, и это не мешает мне заниматься новой хронологией. А что касается Иерусалима, то это вопрос действительно очень интересный. То есть, грубо говоря, паломники ходят не туда, да? Паломники ходят не туда. Очень не туда. Но вот это в том числе одна из тех причин, по которым, я говорю, верующие могли бы выразить какую-то свою озабоченность по поводу. Ну, это вопрос не к нам, почему они ходят туда. Мы их не туда не направляли. Понятно. Но, тем не менее, да, безусловно, в Библии и других трудах отцов церкви не присутствует точного указания. Но там есть определенные, упоминаются, исторические личности, фигуры, например, царира. Я, насколько понимаю, вот вы, так сказать, по вашей концепции распятие Христа делали рук совсем другого политического деятеля, да? Ну, при другом, скажем, политическом деятеле. Нет, это неверно. Нет? Что-то не то? Как-то это все состыкуется с... Дело в том, что в старых документах обнаружено нами очень много дубликатов. Один из задач на ухронологии в следующем, что крупные события описывались разными хронистами много раз и попали на страницы разных летописей. Но потом были ошибочно датированы и отнесены в разные эпохи, даже в разные стороны, разные регионы. Сегодня мы видим некую историю, которая сильно удлинена и сильно расползлась по карте мира. То, что возникает из наших результатов, следующее, что эти дубликаты, которые мы обнаружили с помощью наших методов, надо отождествить. В результате многие фигуры, которые мы знаем сегодня как якобы разных императоров, исторических фигур, оказываются отражениями одного и того же реального персонажа. Ну, вот скажем, в школе зашла речь... И так, царинок, да. Царинок жил, естественно, вместе в эпоху Христа, только в 12-м веке. Это просто одно из имен операторов, царей, о которых мы говорим в наших книгах. И их назвали по-разному. В одних, в тексте как царь, в других, в текст по-другому. И вот ничего удивительного. По поводу Христа, это вопрос очень интересный. Такая личность, как император Адроника Христос, конечно, отразилась в массе текстов. Чем более крупное событие, тем больше дубликатов оно породило на свинцах летописей. Сегодня мы обнаружили около 71 фантомных отражений, дубликата императора Адроника Христа. Вот мы покажем тоже некую такую табличку условную. Здесь показана ось времени. Наверху отмечен император Адроник Христос, как мы говорили, 2-я полна 12-го века. Знак равенства Андрея Боголюбского, я вижу, да? Ну, знак равенства условный. Просто еще одно его отражение – это знаменитый великий князь Андрей Боголюбский. Справа отмечены жирными точками датировки, согласно скадерской хронологии, куда были отнесены фантомные отражения императора Адроника Христа. А справа перечислены те имена, под которыми сегодня он известен в старых текстах, летописах, книгах. Видно, что этих фантомов очень много, и около 70. Показывает, насколько сильно заплутанная и растянутая в прошлое реальная история, в данном случае, конца 12-го века. Ну вот, к сожалению, времени у нас не так много остается. Тем не менее, хотелось бы еще на два вопроса получить. Ну вот, я хочу, чтобы книжки подробно написаны. «Забудь Иерусалим», она недавно вышла. Так что предлагаем всем зрителям обращаться к первоисточнику, что называется, для того, чтобы получить ответ на интересующий вопрос. Тем не менее, вот еще один вопрос от Михаила Городецкого. «Уважаемый Анатолий Тимофеевич, Вы опираетесь на эмпирико-статистические методы четвертьвековой давности, проверенные вручную на крайне ограниченном материале на ЭВМ, которые были медленнее современных карманных. Почему разработка и проверка работоспособности методов быстро прекратилась с появлением намного порядков более быстродействующих персональных компьютеров и интернета, которые предоставили необъятное количество исторических источников в электронном виде? Почему эти методы работали только на Вашем материале, на древних компьютерах, и не работают у всех тех, кто пытается их проверить? Вот такой вот мне в броке область. Вопрос многословный, но, в общем-то, пустой. Вопрос реплика. Да, потому что, по-видимому, человек, который этот вопрос задавал, он 25 лет назад перестал читать наши книги. Поэтому у него возникает такое представление, что мы остановились на точке 25-летней давности. Значит, у нас с тех пор вышло очень много новых книг, получено очень много результатов. Мы работаем с помощью самых современных компьютеров. Мы сами пишем программы, причем программы достаточно сложные. И если не специалист или специалист не очень высокого уровня будет пытаться это повторить, то, возможно, у него возникнут ошибки. Пусть он их ищет или обращается к квалифицированным людям. Поэтому на этот вопрос ответ простой. Читайте наши книги. Читайте наши книги, в том числе эту книгу, которую... А если хотите повторить наши результаты, то у нас все подробно описано. Они вполне повторяемы. В частности, по зодиакам программы выложены на нашем сайте хронология.орг. Программы расчетов. Можно пользоваться любыми другими астрономическими программами. По статистике наши программы мы... Вот в той книге, которую мы сейчас готовим, мы тоже выложим. По астрономии, по датированию Альмагеста тексты программ публикованы в наших книгах. Можно их откомпилировать и на современном компьютере запустить. Пожалуйста. То есть мы не скрываем своих методов, не скрываем своих данных. Что-то изложено более подробно, что-то изложено менее подробно. Но все, что мы публикуем, в принципе, повторяемо. Конечно... Верифицируемо. Это самый важный критерий научного знания. Если приложить к этому определенные усилия, ну и какая-то достаточно высокая квалификация, конечно, должна быть. Понятно. Все наши книги вывешены на нашем сайте chronologia.org, прямо на первой странице. Есть кнопки, там где написаны тексты книг. В частности, книги посвященные методам, датировкам, в том в том числе, датировкам, о том, о чем мы говорили, датировкам и зодиакам. Понятно. Ну что же, я думаю, имеет смысл закончить на вопросе пользователя, который, в отличие от предшествующего, судя по всему, является поклонником ваших идей. В.Николаев спрашивает. Скажите, что помогает вам сохранять стойкость и невозмутимость при таком большом потоке в основном неоправданной критики? В последнее время стало уходить много телепередач об истории России с точки зрения традиционной хронологии. Как Вы считаете, является ли это реакцией на возникновение новой хронологии? Безусловно, у нас есть много свидетельств того, что многие современные передачи, телевизионные, иногда даже фильмы, так или иначе используют либо результаты новой хронологии, либо же спорят с нею в более или менее явном или неявном виде. Это чувствуется по передачам и по нашему телевидению. Более того, это чувствуется даже в некоторых фильмах, которые были в последнее время сделаны BBC, посвященные хронологии Египта. В частности, в этих фильмах идет скрытая полемика с нами в новой хронологии по поводу датировок истории Древней Египты. Наверное, это замечательно, потому что наука вне дискуссии вообще невозможно и не развивается, наверное, хотя бы уже за это надо сказать спасибо вашей концепции. Мы были посторонниками более открытой, широкой дискуссии, и поэтому мы всегда призывали эпизуальных историков к открытой дискуссии. Мы к ней готовы, и мы только рады, если молодежь будет заниматься хронологией, изучать новые методы и разбираться самостоятельно в сложном здании современной истории. И все-таки, Анатолий Тимофеевич, Глеб Владимирович, вы не ответили на вопрос, что же вам помогает сохранять стойкость в отставивании своих идей? Я думаю, уверенность в том, что мы приоткрыли истину. Ну что же, я думаю, вот на таком емком, ваконичном определении мотивации наших сегодняшних гостей, историков, известных историков Анатолия Фоменко и Глеба Носовского, имеет смысл закончить нашу сегодняшнюю программу. Я предлагаю всем обращаться к творчеству этих исследователей, в том числе на портале КМРУ. Я благодарю всех наших зрителей за внимание, и до новых встреч в прямом эфире. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...